Актюбинские садоводы рискуют остаться без урожая овощей. В регионе продолжается борьба с луговым мотыльком второй генерации. Рой бабочек буквально заполонил регион. Кроме крупных фермерских плантаций, насекомые уже атаковали огороды горожан. Как справиться с опасным вредителем, выясняла Лайла Уесова. В Актюбин наблюдается налет бабочек лугового мотылька второго поколения. Они уже оккупировали практически все городские парки, скверы, палисадники и огороды. Против них никаких мер принимать не нужно, говорят эксперты. Сами бабочки ничем не опасны, так как питаются пыльцой цветущих растений. К тому же они перелетают с места на место, поэтому травить их пока бесполезно. Но есть потенциальная опасность, что бабочки могут сделать яйцекладку, в результате которой родится новое потомство. Актюбинцы боятся нашествия гусениц. Еще в июле прожорливые насекомые успели уничтожить часть овощей в пригороде Актюбе. Они способны уничтожать свеклу, пшеницу, ячмень, кукурузу и другие культуры. Всего луговой мотылек повреждает около 200 видов растений. Появление гусениц мы ожидаем в конце третьей декады августа, либо в начале сентября. Это, опять же, я повторюсь, только в случае благоприятной погоды для яйцекладки. Это первое. И второе, то, что говорится, лечение перекопки почвы, это обязательно поможет, потому что это считается агротехническим приемом. Поэтому тем дачникам, которые, скажем, увидели свои яйцекладки, что луговый мотылек несет, то, конечно, такую работу необходимо провести. То есть перекопки, спахерные. Чиновники уверяют, что травили поля от опасного вредителя, но охватить весь регион не смогли. Возможно, это и стало причиной такого нашествия. При этом повышение численности мотыльков происходит раз в 10-12 лет, в августе и сентябре. Это связано с солнечной активностью, говорят специалисты. К этому времени крестьянским хозяйствам советуют еще раз обработать поля от вредителя. Тем субъектам, независимо от формы собственности, необходимо ввести мониторинг в указанный период и в случае появления гусениц проводить химические обработки на закрепленных земельных участках. При этом тем хозяйствам, которые будут использовать ядохимикаты, с местным берет предусмотренные субсидии по возмещению до 50% от стоимости ядохимикатов. Субсидии на химическую обработку полей выделяют только крупным сельхозформированием. Садоводы же должны приобретать препараты за свой счет. Кроме того, дачникам советуют уничтожать все сорняки на участке, потому что именно там мотыльки любят откладывать яйца. Лайла Уйсова, Жамар Кладебергенов, телеканал ТТК-42, Октюбинская область.